Сейчас у нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Ласма. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Ласмы. Представьте, пожалуйста, уважаемый куратор и уважаемый, как нам к вам обращаться? Я приветствую всех находящихся в этой комнате. Я хотел бы выразить свою радость встречи с Ласмой. Замечательно. Меня зовут Шавид. Шавид. Приветствуем вас, уважаемый Шавид. Меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Ласма. Она написала 10 вопросов своему куратору. Вы куратор, простите? Да, я куратор. И вот эти 10 вопросов она хотела бы задать своему куратору. Те вопросы, которые ее интересуют на настоящий момент. Будете ли вы так любезно, уважаемый Шавид, ответить на эти 10 вопросов? О да, я с радостью отвечу на вопросы. Мне очень приятно эта встреча и возможность встретиться и поговорить через вас. А нам очень приятно предоставить вам эту возможность с помощью высших сил и помочь вам обоим в вашей работе. Итак, с вашего позволения, уважаемый Шавид, я начинаю с первого вопроса. Пожалуйста. Первый вопрос. Откуда я? Кто я? Созвездия Лира. Мы лирянцы. Созвездия Лира. Мы приветствуем представителя созвездия Лир в нашей комнате диагностики. Очень рады вас видеть. Мы узнали про такую возможность и поэтому пользуемся с вашего разрешения. Встречаясь с нашими подопечными, те, кто слышит и готов. Абсолютно верно. Так и звучало наше приглашение всем кураторам, созвездия Лир. Все, кто достучится, мы всем будем рады. Благодарю вас, уважаемый Шавид. С вашего позволения я перехожу к следующим вопросам. Зачем я пришла на Землю? Какова моя главная задача и цель, которую я должна реализовать в этой жизни? Здесь я слышу два вопроса. Так и есть. Мы просили один задавать. Нет, ты не понял. Я объясню. Вопрос звучит двоично. Наверное, лучше так сказать. Как душа, ты пришла на Землю повышать свою осознанность в любой сфере. Семья, дети, увлечения, хобби, работа, природа, соседи, родственники, отношения и принятие решений. Как человек в биороботе. Твой вопрос звучит немного наивно, и я бы не смог на него ответить, так как решение ты принимаешь в биороботе по ситуации и силе твоего намерения, слушая других, подчиняясь или доводя свою точку зрения до логического объяснения и таким образом принимая решения. Уважаемый Шевит, вы абсолютно мне понятно ответили, но я зачитаю вопрос по-новому. Здесь действительно два вопроса, которые между собой имеют очень мало общего. Итак, зачем я пришла на Землю? Какова моя главная задача и цель, которую я должна реализовать в этой жизни? По-моему, я ответил на оба. Благодарю вас. Я перехожу с вашего разрешения к третьему вопросу. Какие мои таланты я должна использовать в своей жизни? Пояснение. Я сбилась с пути в выборе профессии. 20 лет работала по одной профессии, но она не приносит удовлетворения. Попробовала другую сферу, и там тоже нет реализации. Я в замешательстве. Такой вопрос. Зачем ждать столько лет? Чтобы в этом убедиться. Дело в том, что пустые ожидания и неприятные действия на работе, недоставляющие радости, приносят тебе низкие вибрации. Поэтому ты должна прислушаться к своему сердцу и определить, с чем тебе нравится работать, с каким материалом, бумаги, дети, творчество или же технические навыки. Это внутри тебя заложено. Попробуй выстроить ряд и найти ответ. Душа притянет ответ. Благодарю. Очень умный ответ, очень развернутый ответ. Я благодарю вас, уважаемый Шавит. Я перехожу к следующему вопросу. Четвертый. Почему мое физическое тело так часто болеет и в чем причина моего аутоиммунного заболевания? Тиреодит. Организм выдает неприятные вибрации в виде бактерий и гнойных отложений. Я скажу по-другому. Этот ответ лежит в вопросе «выжли». 20 лет насиловать свой организм нелюбимой работой. Организм вырабатывал свой отторжающий биоматериал в виде болезни. Благодарю. Все понятно. Благодарю вас, уважаемый Шавит. Я перехожу к следующим вопросам. Пятый. Сколько карамических узлов отработано и сколько еще предстоит отработать? Ты проходишь третий узел. Осталось еще два. Благодарю вас. Следующий вопрос. Подожди. Пожалуйста. Я немножко объясню. Третий узел – это то, что ты наконец-то начинаешь интересоваться душой в полном ее размере и связываешь душу, тело и разум вместе, находишь правильные пути и развиваешься. Этот узел будет закончен только когда гармония, понимание души, ума и тела будет проработана. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Шавит. Следующий вопрос. Шестой. Какие у меня блоки или модели мышления мешают моему развитию? Ты напряжена и не можешь выпустить напряжение. С одной стороны, это хорошо, потому что ты ищешь разные пути. Этими путями ты развиваешься. Но с другой стороны, ты блокируешь тебе поступление информации и нужных тебе энергий. Например, твою болезнь можно лечить энергиями. И если ты добавишь в свои практики больше визуализации, ты сможешь выдавливать определенной энергией все свои, как я уже сказал выше, отторгающие негативные скопления в биороботе. Благодарю. Я благодарю вас за этот ответ. Перехожу к следующему вопросу. Седьмой. Какие у меня родственные энергии и как мне с ними работать? Лирианские энергии, они прекрасны. Они внутри тебя в виде стержня или капсулы, проходящие по твоим чакрам. Поэтому мы называем стержень. Он принимает вид позвоночника и проходит от одной чакры к другой, третий. И так по всему биоробота, открывая энергетические центры, позволяющие тебе разблокировать центры познания и принятия энергии. Каждая чакра служит для определенного канала восприятия. Но я зашел не в ту сторону. Секунду. Повторить вопрос? Нет. Лирианские энергии похожи на белое светлое олово. Это то, что пришло мне в голову сейчас. Металлический свет. Да, немного металлический светлый, как я сказал, не серый. Такие же гибкие, как олово. Ты можешь управлять ими, собирая их в шар или растягивая стержень. Или же заполняя болезненное место и расширяя лучи этих энергий, заживляя себя или выдавливая грязь с организма. Благодарю. Безусловно, здесь надо визуализировать весь этот процесс. Конечно. Я благодарю вас, уважаемый Шавит. Я просто для понимания Ласма это сказал, потому что она это четко знала. Я немножко объясню про визуализацию. Пожалуйста. Визуализация это именно то, в чем состоит ваша сила, человеков, проживающих на Земле. Именно цивилизацию стараются покорить и уменьшить. Потому что визуализация имеет огромную силу, утраченную, как вы говорите, мысли материальные. Но эти мысли без визуализации не стоят ни гроша. Благодарю. Я хочу добавить немного о себе. Пожалуйста. В повседневной жизни я преподаю развивающимся лирианским душам на созвездии. Поэтому я так много говорю нужной и ненужной информации. Приношу свои извинения. Уважаемый Шавид, мы с вами коллеги. Мы тоже преподаем. Мы тоже любим говорить. И я не могу сказать, что какая-то информация была неполезная и неважная. Все, что вы говорите, абсолютно важно для развития Ласма. Я могу это только со своей стороны подтвердить. Благодарю за это дополнение. Благодарю вас. Вы отличный куратор. Это чувствуется ваш опыт прямо в каждом слове. Я перехожу к следующему вопросу, восьмому. Скорее всего, он связан с ее прошлой жизнью. Почему у меня паническая боязнь птиц? И как с этим бороться? Бороться намерением. 1782 год. Это каньоны и грибы. Тебя скушали грибы. Золотая лихорадка. Америка. Да, мужчина, добывающий золото, заблудился в трериях. Остался без воды и сил. Да, не совсем приятный опыт. Не было сил отгонять птиц. Я так это и увидел, когда этот вопрос прочитал. Я благодарю вас, уважаемый куратор Шавит. Вы хотели добавить что-то еще? Насчет проработки. Да, как я уже сказала, намерением выдавливая из себя эту панику и страх, она не принесет тебе в этой жизни позитива. Это твоя боль, оставшаяся даже не боль. Сожаление, которое осталось в тебе, переросло в панику и вышло шоком в этой жизни. И избавься от этого. Прими, пойми. И отпусти. И отпусти. Птицы тебе не страшны в этой жизни. Благодарю вас, уважаемый Шавит. Очень интересный ответ. Идем дальше? Да. Девятый вопрос. Как я могу связаться с моим куратором? Как я буду чувствовать его ответ? Дополнение. Во время медитации я не совсем уверена, является ли тот, кто отвечает дружелюбным ко мне или каким-то неблагоприятным существом. Это прекрасный вопрос. Всегда должна быть доля сомнения. В связи с куратором самое главное не думать долго. И если ты начинаешь думать, твой анализ включается. Ты здесь не разберешь, от кого приходит информация. Твои это мысли или интерференты, мелкие и большие, которые всегда ищут питание. Я отвечу на первую часть вопроса, как связаться со мной. Твоя защита – это лирианские энергии, так же, как твое слабое место. И если ты не будешь их защищать, но будешь показывать, придут желающие подпитаться от них. Поэтому перед тем, как связаться со мной, представь, что нить лирианская энергия и отходит от тебя ко мне. Визуализируй это, не выпуская энергии. Визуализируй и представляй. Вопросы должны быть очень короткие и четкие. Не такие длинные, на которые я отвечаю сейчас. Короткий вопрос – ты получишь короткий ответ. Сразу же первый ответ будет мой. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Шевит. И у меня остался последний, десятый вопрос. Что я должна понимать? Кто еще мой куратор хотел бы, чтобы я знала? Как я уже сказал раньше, обрати внимание на связь с окружающими тебя людьми. Это забирает много энергии. Научись защищать свои энергии. Не всегда нужно вкладывание в энергии туда, где тебя не понимают и не слышат. Ты бьешься от стену в некоторых случаях. Такая потеря энергии не нужна тебе и не нужна твоим телам, скажем так. Включай биоробот. Обрати внимание на общение с некоторыми, скажем так, людьми. Я не буду называть, кто это. Ты сама должна почувствовать, с кем тебе приятно общаться, где ты теряешь энергию. Подумай об этом, измени реакцию, и ты посмотришь, как изменится мир со стороны по отношению к тебе. Благодарю. Остались заключительные слова. Большая благодарность за помощь. Я долго искал, и, наконец, эта дверь начинает открываться для меня. Я безмерно благодарна Владу и Вере. Огромнейшая благодарность моему куратору. Очень надеюсь познакомиться с ним поближе и общаться с ним. И я очень на это надеюсь. А теперь дай мне твои руки, и я активирую лирианские энергии до максимально приятного уровня для тебя. Готово. Уважаемый Шавит, с вопросами закончили. У нас остался один нюанс. У нас есть в этой комнате диагностики очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который сюда приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми и сочными ягодами, которые только есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Шавида, примет ли он этот скромный подарок в знак благодарности за нашу сегодняшнюю встречу, за его помощь. Замечательные ответы и просто в знак благодарности за эту приятную встречу. О, это так неожиданно и приятно и познавательно. Я благодарю вас за этот подарок и извиняюсь, потому что я без подарка. Мы и не хотели никакого подарка. Самый лучший подарок вы уже сделали этой встречей. Это продвинет вашу подопечную очень далеко. С этого момента я больше чем уверен. И мы никогда не прощаемся. Возможно, на каком-то этапе Ласма захочет познакомиться со своим высшим я. В таком случае мы всегда приглашаем куратора и совершаем с ним эту замечательную поездку. Полет. Благодарю вас за эту встречу, за подарок, за энергиями, которыми я напитался в этой комнате. А также за встречу с моей подопечной. И передавайте, пожалуйста, привет созвездию Лира от нас. Мы всегда рады, как я уже сказал, всем, до кого достучаться кураторы. Сделаем все необходимое. Да будет так. А так и есть. Рассехронизируйся, Верочка. Готово. Готово. Отлично. Ласма, мы закончили встречу с вашим куратором Шавидом. Вы получили ответы на все свои вопросы. Это волшебно. Я чувствую свой лирианский стержень. Нутри меня от него идут пучки света. Замечательно. Будем возвращать сейчас вас назад в вашу систему Биоробот Душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Ласма в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта. Поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Продолжение следует... Продолжение следует...